объясните пожалуйста такое совпадение как перед самым скамом перед тем как закрылась возможность выводить деньги василенко пообещал премию своим консультантам директорам до каждого приведенного подписчика как как это совпало случайно насколько я понимаю как раз в январе коллеги поправьте если они правильно цифру назову то ли в январе то ли феврале подключили как раз возможность ввода через юсдт и я так понимаю данная акция была объявлена с целью пополнить вот эти юсдт кошельки чтобы как бы активизировать процесс потому что народ привык пользоваться внутрянкой а понятное дело когда народ пользуется внутрянкой средства переходят с карты на карту между физическими лицами и в результате кошелек самой компании естественно не пополняется чтобы он пополнялся была проделана но объявлена вот эта акция но тут сложился на мой взгляд как раз можно сказать ну сложилось несколько факторов то есть это не то что там задумывалось вот давайте сделаем акции потом будет скам то есть просто повторю что вот со стороны романа василенко именно не было предпринято как руководителя правильных действий в плане обеспечения безопасности то бишь если открыто уголовное дело в россии а у тебя все сервера в россии находятся то надо было извините позаботиться чтобы эти данные или сервера куда-то были перевезены за границу где даже если правоохранительные органы допустим в россии их изымают ничего страшного не происходит потому что у него копия всех этих данных есть за рубежом и все а этого получается сделано не было ну короче вот набор нескольких таких негативных моментов сказался это опять же высказываю в адрес господина романа василенко что он очень любит на своем канале поучать и записывать ролики как жить правильно а при этом мы сейчас обсуждаем сколько косяков он сделал сам и то что люди получаются полгода не видят но вот сейчас увидели впервые за полгода свои циферки но вывести ничего не могут это извините прямая ответственность на нем как на руководителя то есть сапожник без сапог он любит очень учить как надо правильно бизнес делать но при этом извините результаты маемо шумаемо как говорится в одном языке ответственность его никто не снимал давно сам это понимает просто исходя из логика это просто уже случилось да андрей ну да бы ошибки действительно грубые защита но все это правильно вы сказали просто я дополню что это уже ситуация случилась и и ну нужно исходить из этой уже ситуации как выпрямить да то есть выправлять эту ситуацию если у него не там мазками шашками они пытаются выправить это все хорошо это уже это да я понимаю если у василенко есть желание главные ресурсы эту ситуацию править хорошо а то что было она была она уже всю эту страницу по сути можно даже перевернуть это было она уже все в прошлом надо исходить из все сегодняшних реальные наоборот человеку помочь каким-то добрым словом пожеланиям это акция человека тоже нельзя в него в камнем ну мы возьмем сейчас каждый будем благодарен может скинемся деньгами да я думаю можно если действительно была бы такая вот чем человеку помочь да если деньгами то но нам хотя бы юра лоджи помоги тем кто сейчас кредитами маяца и мологи у маши ну у меня тоже такая ситуация и плачу мое действие какие-то до что я считаю что просто потерпеть есть если у василенко есть деньги и у него есть база гермеса вот он ее совсем показал то есть все номера счета счетов привязаны к фамилиям то что ему мешает с этой базы для вот этих людей за их деньги открыть на новом сайте им кабинеты почему со всех вымогают по 15 это я так понял перенести данные нужно минимальный счет открыть там я не помню на тысячу кому кому нужен этот счет прежде всего почему за него надо платить юрий я я отвечу как я это предполагаю конечно меня связи с василенко нет но информации как говорится владею смотрите база доступ к базе появился буквально недавно да то есть когда у нас эти кабинеты появились начале августа то есть все ну и появится ли у василенко это база нет я думаю он даже он сам не знал то есть конечно скорее всего они предпринимали какие-то шаги искали возможность как получить копию этой базы и если бы они только ждали то есть василенко дал бы команду всем так ребята пока не найдем базу ничего не делаем сидим на попе ровно да то в результате получается дело бы вообще стояло видимо было принято такое решение что параллельно с одной стороны одни люди занимаются поиском вот этой базы где можно достать копию а другие другая команда айтишников то есть я так понял конечно после случившегося василенко уже с евгением там и с его айтишниками работать не хочет по понятным причинам нашли другую команду айтишников и сделали новый сайт и так далее то есть но на новом сайте поставили условия да надо вносить новые деньги ну то есть образно говоря скажем так был конечно вариант этого не делать но тогда просто затянулось бы на несколько месяцев ожидания решили просто не терять времени а начать делать что-то по моему если память не изменяет новый сайт уже с вводом выводом открылся примерно в середине мая вот смотрите а сайт germes recovery появился в августе то есть получается они выиграли там пару с половиной месяцев из-за этого вопрос юрия юра немножко о другом спра у меня есть родились дело добровольно я тоже со своим спонсором посоветовался но я хотел там сначала минимально там тысячу или сколько там завести потом на на 50 долларов но чуть побольше подороже но зато там есть свои преимущества определенные то есть я хотя бы буду уверен что хотя бы данные какие-то ли вот счета перенесут на новую базу все будет нормально хотя бы там можно вывести деньги тем более они вопросов нет что и новый кабинет открыть нужно первое да зачем за него требует день и второе для чего еще сейчас сбрасывают информацию что когда откроется вывод висты то лимиты увеличат тем кто купил новые токены а кто новые токены не купил того будет минимальный лимит это для чего а вот это я не слышал новые токены ну вот этот не могу не могу ничего про это сказать за пирамида нет это я я был как раз вот новости о 27 июля я понял о чем юрий говорит читаю пункт номер четыре вывод средств первое время будет лимитированным приоритетный лимит по выводу средств будет у тех кто имеет акции чем больше акций тем больше лимит ну то есть здесь не сказано что у кого нет акции вообще ничего не выведет нет просто у тех у кого есть акции они в приоритете вот нам озвучивали директора что за каждый купленный токен будет увеличиваться лимит на 50 юсдт 50 вид то есть и так ты можешь выводить по 100 юсдт у тебя будет лимит если ты не покупал токены а эти токенов накупил то тебе за каждый токен еще разрешат по 50 юсдт и выводить свиста счета ну это чистое вымогательство а в чем вообще тут выгода токена покупать только они будут перед всеми говорить о том что вы же сами токена эти купили никто вам ничего не должен сейчас опять загнать клиентов новых чтобы они купили много новых токенов а клиенты не заходят клиентов минимально и поэтому вам вымогают разными путями я думаю появится какая-то новая информация ближе к выводам там да я думаю еще будут какие-то новости по этому вопросу поэтому юрий юрий смотри опять же я имею ввиду не трепиться на вот скляров в принципе есть люди которые я вот например на новом сайте не регистрировался пока по крайней мере да но у меня есть знакомые которые там заходили то есть опять же человек сам решает я считаю что василенко для начала должен начать выполнять обязательства перед старыми инвесторами окей и вот я читаю еще раз эти новости здесь не сказано что кто не купил акции вывода не будет вообще просто сказано у кого акции если они будут как написано приоритет или по выводу будет у тех кто имеет акции вот и все а кто не купил токены ему будут ставить лимит 100 usdt в месяц тут юрий смотри какой момент понятное дело что после полугода ожидания большое количество людей в негативе конечно вся эта ситуация да и люди настроены очень скептически кто-то зашел на новый сайт зарегистрировался оплатил кабинет и купил себе вот эти акции и даже выводил уже деньги с нового сайта выводы постоянно и вот и вывод каждый день происходит это видно на системе блокчейн понятное дело понятное дело что люди которые сделали ну внесли деньги на новый сайт и уже выводили они как бы двигаются вперед и они наверняка настроены очень позитивно и говорят а вот там эти негативщики ждуны там ждут непонятно чего а мы тут уже деньги зарабатываем окей не вопрос но давайте предположим опять же если вывод в итоге все-таки откроет пусть даже с лимитами смотрите предположим наступает какой-то момент там не знаю в октябре или в ноябре неважно что люди которые полгода ничего не могли вывести наконец-то смогут вывести первых первые 100 долларов это хороший признак будет я думаю да потому что во первых многие как даже в этом чате говорят уже крест даже на своих деньгах поставили вот и часто мы слышим такие а у василенко уже все деньги украдены василенко даже нечем платить все уже разворовано да но тот момент что вывод все-таки в итоге откроют спустя полгода это ну будет позитивный момент кто-то кто-то возможно изменит свое от негативное отношение на позитивный скажу смотри какой василенко молодец там да долго на мозге компасировали полгода но в итоге начал платить молодец то есть значит и человек может быть настроен был даже там заявление в полицию писать а тут он раз передумал смотри-ка все вот говорят там всех кинули не платят а я вот смотрю платят пока с лимитами да так что ну посмотрим все опять же зависит от того будет ли ну как василенко это эти все моменты и планы будет выполнять да то есть сейчас нового сайта выводятся гонорары директора регистрирует своих старых клиентов если удалось уговорить какого-то нового и он открыл купил эти токены то за это начисляется гонорары и вот эти и сдаты и может может человек выводить потому что все кто сейчас покупает токены они их фактически если в старой терминологии заплечивают то есть берут финпомощь на 3 6 месяцев то есть еще никто не прошло полгода чтоб выводить эти свои доходы от продажи акций с наваром поэтому сейчас выводят чистого те гонорары которые начисляют да у у простого клиента или консультанта эти гонорары в копейки а у директоров да это уже серьезная сумма хорошо спасибо татьяну что хотели сказать а я хотела сказать что возможно лимит они вот этот постой долларов сделают теми деньгами которые уже заработали они за счет этого выявят кто захочет сейчас акции покупать и там подобная тема помогут я что-то сомневаюсь что именно нам будут возвращать то просто хочет деньги выводить вот и все не поясните что вы поясните что имеете ввиду заработанное то есть вот смотрите что учил человека в кабинете есть несколько тысяч и у появилась возможность вывести 100 вот ему какая какая разница каким образом василенко эти 100 ему будет платить разница никакой просто не эту возможность дадут но мы же не знаем за счет которых денег они будут по 100 долларов отдавать вот по факту они сейчас зарабатывать возможно будут по 100 долларов во время заработка отдавать люди в это поверят я например это так вижу а дадут возможность только выводить тем кто захочет акции они же по факту будут опять фантики считай переводить со своего гермеса опять на этот новый продукт они опять не видят денег они опять вкладывают в акции смотрите татьяна я понял вашу идею мысль да но смотрите еще раз вот нас мы все взрослые люди да и вроде как большинство адекватных с головой дружим да если человек предположим кто-то сейчас вот для себя после всего случившегося считает что все это галимый пирамидос василенко мошенник сделал вот эту всю пирамидину да и так далее и но предположим что открылся вывод и у вас например и у меня там и у других кабинете есть возможность вывести 100 долларов так ставьте на вывод да даже если вы понимаете что это все пирамида ну так выводите понимаете задача какая то есть вывести то что у вас есть на балансе вывести свои деньги так выводите чем проблема понимаете а то а то а то татьяна то получается василенко тут народ возмущается а вот василенко тут негодяй такой вот всех нас кинул я не могу деньги вывести потом вывод открывается и люди снова становятся недовольными а как ты василенко мне эти откуда эти деньги взялись вообще 100 долларов ну-ка ну-ка объясни мне сделай мне полный расклад откуда ты взял вынь да положь понимаете выберите и выводите ну такой вопрос тоже возникает смотрите я немножко я закончу мысль передам слово смотрите вот на новом сайте есть система блокчейн и там как раз я не случайно выкладываю вот эти транзакции потому что там интересно можно отслеживать есть кошелек один на который как раз поступают вот эти все входящие транзакции время от времени с кошелька номер один на кошелек 2 перекидываются крупные суммы пол миллиона usdt 500 тысяч до или 200 тысяч и потом с кошелька номер два уже идут выплаты на кошельки то есть по сути действительно на новом сайте видно вот эту схему то есть она прозрачна благодаря системе блокчейн если вы меня спросите а вот когда допустим циферки с гермеса привяжут как вот эти выплаты будут происходить если они будут происходить в usdt так мы опять же по системе блокчейн сможем посмотреть сейчас пока естественно ну мы не знаем деталей надо просто подождать и посмотреть я не утверждала я свое предположение высказала что могут просто влить какую-то сумму денег чтобы по 100 долларов возвращать понимаете в это люди поверят мы же не знаем откуда эта сумма придет и что и что подождите татьяну так хорошо вы логику включите люди полгода говорят роман василенко создал пирамиду с нашими деньгами сбежал за границу ну так если он из-за границы свои деньги забрал предположим давайте так рассуждать он продал какой-то там свой объект недвижимости или акции которые у него за границей были сконвертировал их в эти самые usdt и людям начал платить так в этом что плохого то понимаете то есть он начал платить начал выполнять свои обязательства а мы опять возмущаемся откуда ты эти деньги взяла а ну-ка предоставь нам там полную декларацию откуда эти там пол миллиона или миллион декларации на самом деле не интересует просто мне интересно это с кем и этот момент небольшими суммами можем вывести на что все мы вывести можем что-то я не верю а это вот татьяна это тот момент который я обсуждал в одном из своих видео возвращаемся на счетах виста суммарно примерно два миллиарда евро и если у романа василенко за границей активы покрывающие эти два миллиарда евро я уже приводил пример допустим у романа василенко есть 100 миллионов евро хорошая сумма хорошая но извините это в 20 раз меньше чем циферки на счетах виста вот то есть получается даже если предположить что у романа василенко есть 100 миллионов они не покрывают полностью те обязательства которые на счетах висты имеются поэтому мы можем конечно гадать но как говорится гадать на кофейной гуще до юрий говорить если там деньги были то лимит бы поставили 500 тысяч юсдт и все и больше большая часть пенсионеров до забрали бы за месяц-два свои там 1000 2000 евро и успокоились а сейчас речь идет о том если будет по 100 юсдт а у человека на счете 20 тысяч он сколько лет будет сколько десятков лет будет по 100 долларов забирать свои деньги ну юрий насчет лимитов во первых я думаю лимиты могут быть в начале чисто по техническим причинам потому что надо эту систему обкатать потому что понятное дело мы его сейчас скриншоты видим у некоторых на счетах сотни тысяч евро да и дай дай только людям волю они начнут там на вывод сотни тысяч ставить да поэтому собственно ну то что в начале будут какие-то лимиты это ну наверно правильный шаг но по и по идее со временем они если будут видеть что система работает нормально леви лимиты могут увеличиваться вот и все здравствуйте все да привет про кооператив что говорят-то вообще коллеги кто является пайщиком кооператива какие там последние новости а ну вот татьяна кстати у нас никаких у меня консультант переобулся в воздухе начал говорит катя его обманула вот потом это я узнаю какой у нее бизнес а потом он не отвечал два дня типа он занят и потом уже когда ответил через два дня резко переобулся в воздухе да причем тут ее бизнес да причем тут то давай не будем следственные органы обращаться а сначала паевые заберем не вот эти очень странно телодвижение честно говоря ну вот возвратный и не кто-то брал вообще-то не знаю ты имеешь ты имеешь ввиду возврат по я то что надо пайщики возвращают ничего не возвращали 200 человеком вернули а кому неизвестно татьяна вы подавали да как раз я подавала на выход еще в мае когда с адвокатом разговаривала и не консультант мой под которым я написано он сказал что катя сказала что ты на первом месте и вот вот они ждут короче счет этот разблокировали и адвокат мне пишет что сейчас заявлениями занимаются типа которые за апрель знаю что я за май он даже не в курсе был что заявление я подала они мне еще это заявление вернули что я неправильно там цифру указала но у меня в заявлении не указано вообще никаких цифр что странно они явно избавиться от меня все хотя вот и когда вывод был сейчас все по очереди я адвокату задаю вопрос а почему не могут люди вывести которые раньше писали заявление о я узнаю об этом от руководства и тишина сразу и все и уже на все вопросы он плоско отвечал ни о чем короче одни обещания ну на данный момент час все ждут следующего заседания суда потому что сейчас опять состояние такое что все это заблокированы и деятельность оперативный идет поэтому никаких сейчас телодвижения не происходит но кроме бумажных заявлений мне интересно люди взносы куда платят если считать заблокированы какой-то другой счет я не планирую я перестала платить с июня месяца нет не вижу смысла и сейчас была в одном чате значит получается ходят в депутат там и просят помощи юристы пишут бумажки всякие просят помощи чтобы на высший уровень выйти что кооперация это легально я не вижу тоже в этом смысла они ходатайство наверно просят я не собираюсь писать нет не ходатайство они вот у них вчера была встреча по моему в город сочи и позавчера я скину если нужно я скину пару записей в чат интересно посмотреть послушать я скину я так получается если они помощи просят значит они уже держатся за этот кооператив как за соломинку и скорее всего вот эти выплаты уменьшается вот вы уже не платите я ладно с февраля не плачу я сказал не будет кабинет платить не буду во вторых где этот счет куда и что идет неизвестно если все счета заблокированы по факту я делала полную выписку из игры там получается квартира арестована поэтому по уголовному делу то есть я платила за эту выписку значит уголовному делу квартира в аресте и неизвестно что с ней будет если все внесете то через суд вам могут квартиру вернуть вот то что кооператив хвалится что они типа дело выиграли да не они дело выиграли просто вот одному из пайщиков я читала письмо пришло что после всех выплат передача вот этих прав происходит через суд не вообще было это очень странно татьяна я поправлю да на самом деле квартира была уже у пайщиков собственности и несколько квартир действительно они через суд выиграли это на самом деле а те квартиры которые значит пайщик выкупил у кооператива получили справку они сейчас только подали но нет таких результатов они пытаются только то есть таких результатов на самом деле нет но тогда чё кооперативу приписывать себе эти выигранные дела это дело пайщика который за свою личную квартиру отставят я бы тоже самое дело потому что у меня не было бы выхода согласно как-то от этого кооператива вот кооператив себе приписывает согласна с вами это это пайщики сами подавали и на самом деле их единицы я знаю например только три дела я их лично читала на сайте именно два дела с мотивированным решением одно дело вот от 15 08 суд изготавливает еще мотивированное решение ну в общем я права оказалась ранее когда писала в группе а мне еще пальчики ставят вниз как еще и не сломали не знаю хотя мне честно говоря на их мнение параллельно будут привлекать средства массовой информации чтобы привлечь общественность к этим резонансным судам ну чтобы как бы ускорить видимо вот эти все процессы вообще-то в августе обещали это сделать но я вот сентябре это слышу потому что тебе скажут на октябрь перенесли мне просто интересно кто будет с этим выступать средства массовой информации кто на себя журналисты будут привлекаться адвокаты могут выступить им платят депутаты воды из ролика вы помните выступал за заместитель депутата который там вот женщины видео записывали то есть убедился что нужно помочь как-то людям из ситуации выйти не должно это все так тоже затягиваться но решение должно какое-то быть в конце концов соловьеву привлечь но то там правила игры уже но гангот вот этот депутат выступал с трибуны госдума что нужно четкие правила игры вот именно по кооперативам чтобы она там тоже не должно такого быть чтобы там люди годами не могли ли что-то заплатить или вывести деньги чет четко должно быть все прописано александр я думаю по поводу соловьева сомневаюсь что он будет сейчас впрягаться в эту тему потому что наверняка ему уже не один раз икнулась что он брал интервью у василенко который сейчас в розыске находится по обвинению в мошенничестве и так далее и как бы впрягаться не знаю оставить куда нет ни один здравомыслящий уважающий себя человек не будет впрягаться за мошенников наоборот он тогда ему провокационные вопросы задавал то из видеороликов видно невооруженным глазом все вопросы заранее продуманы были ответы тоже конечно конечно ну просто над момент снятия интервью в общем-то василенко действительно была нормальная репутация там не было уголовного дела и так далее сейчас ситуация изменилась хорошо коллеги чтобы нам не затягивать если есть что-то добавить может быть что говорят ваши вышестоящие там директора какие-то новости старые новости которые я вижу в вашей группе раньше блин на 2-3 дня в конце хочу сказать всем берегите свои деньги единственное что василенко собирается сделать так это в очередной раз 3 баранов давайте не будем этими баранами это уже каждая сам решает для себя я хотела бы мы или нет да то есть нужно учиться потому что барана надо учиться и хотел бы фразу психолога закончить уже если . набежала на солнце это не означает что солнце перестало светить я вот это тоже у него постоянно фразу повторяешься уже говорил об этом да но смотри даже если человек относится ко всей этой истории очень скептическая и воспринимает василенко как мошенника если вдруг предположим откроется вывод тех циферок которые сейчас люди видят своих кабинетах человек человек может спокойно свои циферки выводить совершенно не веря там не василенко не в эти рассказы там про грандиозное будущее и так далее здесь к вопросу о том надо ли быть бараном здесь повторю то есть задача как задача минимум просто забрать свои бабки вот и все да если если человек давайте предположим так если человек увидят что вот он предположим с лимитами месяц за месяцем выводит деньги все работает мысленно перенесемся в 2023 год наступил 23 год человек даже который скептически относился ко всей этой затеи смотрит что он каждый месяц с лимитами выводит по 100 баксов а там у кого-то более крупные суммы заведены и тоже выводится да то есть ну ведь даже скептики признают что да с какими-то с недочетами но более-менее вся эта система восемь лет работала у меня тоже были претензии на протяжении лет частности я внутрянку никогда не любил и не одобрял потому что как раз она сейчас боком людям вы выходит что люди друг на друга в суд подают заявление пишут и так далее вот но я надеюсь что василенко извлек какие-то уроки своих прошлых ошибок и если он эти ошибки исправит и сделает по-нормальному ну окей тем более он всем давал нам возможность возможно это самое главное все люди и зарабатывали и даже он квартиры получали наоборот надо спасибо сказать за такие возможности а вот да по поводу смотрите еще вот мы начали сегодняшнюю беседу как раз то ну с нашего чата что вот там есть негатив или позитив еще раз как раз сообщение из той и с другой стороны они помогают на мой взгляд иметь объективную картину вот я часто привожу тоже пример вот представьте вы прошли обследование в больнице да и предположим ваш врач обнаружил что у вас извините там не дай бог серьезные какие-то проблемы вы бы как предпочли чтобы он умолчал про этом улыбнулся и сказал у вас все замечательно будете жить до 100 лет или наверное все таки ну вы бы предпочли чтобы он вам рассказал как есть так сказать чтобы вы могли предпринимать сразу какие-то меры вот я считаю инвестиции как мы видим по комментариям это дело очень серьезное потому что некоторые извините вкладывают там накопления которые копили всю свою жизнь а некоторые как сейчас выясняется там то что ну без жилья фактически остаются да и из-за всей этой ситуации так вот я как раз и считаю что чтобы было да может быть кому-то неприятно читать негатив но именно очень важно на мой взгляд иметь иметь всестороннюю информацию потому что только она я все время вспоминаю 1941 год как у нас прекрасно помните ну кто историю знает что произошло летом 41 года когда там разведка сообщала что уже там скопление там немецких войск да на западной границе ссср и при этом каким-то образом наше руководство умудрилось все это профукать да и из-за этого были огромные потери и в силе и там и в живой силе и в технике и так далее пакт молотова был подписан и сталин верил ему да то есть я к тому что надо именно тщательно анализировать анализировать те факты какие всесторонне да вот поэтому в нашем чате и смотрим те новости какие есть и стараемся как-то всесторонне обсуждать нет цели еще раз меня там даже в хейтеры кто-то записал то есть еще раз повторю я если роман василенко начнет платить и обоими руками за я там только радоваться за людей буду замечательно что что же плохого он на я надеюсь что он это сделает и восстановит свою репутацию а если он не сделает так извините значит он тем самым просто поставить жирный крест на своей репутации офицера и так далее он будет тогда не не офицер балабол который только вот умеет в своих роликах народ получать как правильно жить как правильно вести бизнес а по сути извините даже ну нормальную компанию который бы стабильно работала не смог сделать понимаете поэтому поживем увидим посмотрим если он сумеет иногда может быть себя на его место поставить и поразмышлять тоже было бы неплохо как бы я вот поступил на место даронина еще поставить он тоже он тоже давал людям возможно должны быть ему благодарны вот тоже ну не смеши и красиво травмат такой наивный парень кажется нет но заранее люди все разные я еще повторюсь люди все нормально было и прибыль получали в квартирах жили благодаря ну так и и и и и и хорошо а я я тебе возражу а что люди которые меня не было финика бы я знаю людей которые бы они тоже очень довольны и благодарны даронинам и они тоже могут сказать о чем вы его критикуете замечательная была компания мы классно заработали они довольны он хороший и по факту год назад я тоже помню эти ролики где даронин уже проблемы начались и финика там вывод не работала дороге говорил у меня есть план мы там все решим вывод откроется и так далее а по факту мы прекрасно понимаем ну вот он сейчас за решеткой все никаких выводов нет и и и я прекрасно понимаю для людей у которых счет виста хоть ты говоришь не надо василенко с даронином сравнивать такая а по факту то результат то тот же самый что свисты люди не могут деньги вывести что из финика результат тот же самый абсолютно пока у нас внутрянка было что тут внутрянка да да понимаете я я много в своих роликах кто там я не знаю просто как давно там на мой канал подписаны за годы вот сфере инвестиций сколько было компаний проектов которые там с пены у рта доказывали какие они прям реальные там что вспомните ролик измайлова может быть видели где он так высокомерно говорила вот там финансовые неграмотные бабульки они вот ходят там по всяким хайпом и пирамидам вместо того чтобы инвестировать нормальные компании это он про гермес намекал да а а результат какой почему-то у нас умный такой финансовых грамотный измайлов уже несколько месяцев последствием за решеточкой и оказывается что крутая компания гермес оптовая уже сейчас вообще не существует как юридическое лицо и она тоже не платит как и все эти хайпы на которые он так высокомерно смотрел понимаете то есть и если оглянуться так вот на прошедшие годы практически практически все компании которые вот были на рынке инвестиции вот гермес наверное была одна из таких знаете исключений там гермес это вот мы видим результат по сути скам я слышал от одного директора что кооператив налоги платит до сих пор все нормально кооператив ты меньше дубы ствей да ну и что пусть ну я я то что знаю мы уже сменили те я бы я понимаю о чем вы говорите это тоже и местом место имеет быть да согласен но у нас другого выхода просто нет нам приходится я про да добавлю на моей памяти было несколько компаний где руководители прямо так со сцены высокомерно говорили а вот вы ходите там по всяким вашим хайпами пирамидам вместо того чтобы вот в нашу крутую компанию там инвестировать а сейчас нет этих компаний понимаешь почему-то оказалось что у вас тоже ребята такой же галимый хайп и пирамидос зато вы так высокомерно про всех остальных рассуждали но и вы же тоже все пришли в год не просто так с какой-то верой надеждой но не просто значит какая-то какие-то были свои аргументы у нас какие-то были светлые мысли по этому поводу мы его не справляем этот проект айпом с каким-то два процента нас устраивало до доходность там или жилье оперативно идея сама мы поверить не просто так просто значит надо до конца идти уже раз мы здесь все значит пройти этот путь юра да не надо андрей известно хайп андрей я поддерживаю да что этот чат для того чтобы иметь возможность разным людям выкладывать разные точки зрения их основанные на фактор чтобы каждый мог проанализировать эти факты а все мотивационные ролики и в стиле юры тряпицына это на другие сайты здесь это не не канает это только трепет нервы людям поэтому самому что это выкладывать и обсуждаем и второе прошу деньги в банке приходят наличности поэтому вот этого не не надо в сайтах делать в чате каждый кто выступил будет по-своему прав или точку зрения это нормально это нормально да то есть и опять таки кстати обмен вот можно сказать у нас своего рода даже мозговой штурм потому что у каждого свой какой-то опыт и опять таки кстати сказать вот смотрите когда я в чате вижу некоторые пишут я вот там вложил там какие-то сумасшедшие деньги потому что мне вышестоящие там кредитные деньги некоторые вложили потому что мне вышестоящие сказали что компания на 20-30 лет ошибка получается в чем что человек посчитал что вот эти вышестоящие они кто они ну и не знаю там пророки что ли какие-то они господь бог чтобы что-то гарантировать мы все понимаем что нет никто гарантировать ничего не может то есть человек лук положился на мнение какого-то там директора только потому что этот директор там успешно у него там крутые результаты и так далее человек положившись на вот эти слова взял накопление всей своей жизни там кредитные деньги еще взял и так далее и вот а теперь подумайте господа вот поразмышляйте если бы человек не со своими вот вышестоящими только общался а хотя бы для для объективности пообщался ну разные бы точки зрения изучил потому что я вот в нашем чате даже сбрасывал ссылки пожалуйста человек допустим услышал там про bestway хорошо он заходит на youtube там и пишет bestway отзывы да там есть ролики положительные где там люди нахваливают кооператив и говорят как все замечательно они купили жилье но есть и ролики где там прямо называют bestway пирамида и у человека опять таки а вот статьяны как раз да было обсуждение то есть я как раз указал что татьяну информацию надо было как-то сортировать то есть получается еще раз когда есть разные точки зрения это помогает но посмотреть на вопрос всесторонне что-то углов с разных углов да я да я к тому что полезно именно сразу сравнивать разные точки зрения именно чтобы иметь объективную информацию они однобока что там сверху по указаниям партии как говорится нам преподнесли человека своя голова есть на принятие решения надо в себя брать первую очередь ответственность я если решился на что-то я за это несу ответственность первую очередь а потом все остальные василенки все окна мои спонсоры и так далее и это тоже совершал эти ошибки и вот про он не родственник твой случайно нет он до сих пор ему молится игру илья вот но я ему тоже там задавал вопрос терение опасно в одном месте прям там несколько счетов и такой-то я ему задавал эти вопросы я на василенко я ни в коем мере не молился еще с 15 года потому что понимал что но в одном месте просто хранить какие-то суммы баснословные но это опасно просто все яйца в одной карте получается и тогда я постепенно но мне как бы внутренняя чуйка моя подсказывала что вот нельзя но просто вот не небезопасно и книги вот по тем не менее читал и роберта до киосаки еще там разные литературу где об этом мы просто забываем эти эти правила они уже давно есть а мы их просто не берем в пример не учимся нам надо учить учиться каждый день и чтобы таких не было ошибок до печатных надо из делать выводы и прислал учиться одним из каждого тех людей которые прошли наступили на грабли уже неоднократно да и вот эти правила мы их просто забываем мы говорим о да там все супер идем эмоционально принимаем решение у меня самый умный это вот таджик дворник с которым я работал вот умный парень вторую квартиру купил и все нормально и пассивный доход я не понял подворник он работает через кооператив не 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 через кооператив он через банк вот ипотеку но берет у банка сумма ему все нормально он официально прописку решает вот таким образом задачи и он имеет тоже свою вот точку зрения юра говорит я никогда вот не понесу деньги кому-то отдать деньги это для него вообще шок вот говорит купил жульет и в нем живешь это твоего все а чтобы куда-то деньги есть и для него и у него таджики знакомы тоже в life is good вложили деньги и он смеется над ними и надо мной смеется я прихожу на работу мы с ним эту тему постоянно вот когда-то я могу вот сроки сроки вот тогда-то вот обещали счета нам я ему показал он опять ты вот не понимаешь но привык вот что здесь свое вот он имеет все развод опять вложился заселить кого-нибудь квартирантов и будет свой из банком рассчитываться легко будет все он просто он не такой грамотный как мы возможно на он свои земляки вот при накат да и и при успел больше да 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 потому что знаете почему а я же сравниваю аналоги это тоже делаю я послушаю того человека услышу того примера из жизни беру и анализирую и так же как и вы вот и все это дворник как раз это дворник это коллега роберта киосаки потому что он тоже начинал с инвестирование в недвижимость никто не читал я же вот смотрю на него но он сам все продумывает все вот четко план свой да как молодец и причем умная вижу он он по-своему действительно вот по простому по-крестьянски но он грамотно размышляет и он такой цельной сам по себе умный парень так ладно коллеги у нас разговор будет очень длинная запись получится хорошо на сегодня думаю достаточно в общем будем на связи ну по поводу этих новостей попал по поводу 1 октября ну посмотрим global star club возможности безграничны